я приветствую наших зрителей сегодня понедельник и в эфире снова мы программа доживем до понедельника григорий гельфер и гений гендин и елена кальянова добрый вечер добрый вечер 370 3101 наш прямой телефон сегодня он работает как обычно в общем то он работает в течение прямого эфира звоните будем слушать вас отвечать обсуждать и пишите пишите нам фейсбук сегодня кстати у нас передача непростая это такое полу юбилей 45 юбилей то есть наша программа ягодка 5 наша программа лет на 20 получается старше елены кальяновой вот но 45 выпуск победный вот поздравьте нас пишите спрашивайте комментируйте ругайте хвалите поехали не сильно поздравляет ну тут вот сразу пишет артур коря просит прочитать меня стих но посвященный матери но это как бы достаточно интимно да да это лично это лично на фейсбук но приятно что твои стихи читаю спасибо что читаете ну сегодняшняя вот неделя который начинал началась да это страстная неделя то есть это неделя перед воскресеньем да причем в это ну в этом году 2017 воскресенье и у католиков и у православных совпадает доживем до воскресенья да поэтому ну это неделя когда надо особенно трепетно жить и думать о том что как бы для чего ты как что и так далее а то так не надо можно не но я сказал особенно 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 и особенно да и особенно тем кто любит писать стихи читать стихи вообще жить полной насыщенной жизни я хотел бы начать с позитивной такой новости как сказал посол украины в чехии евгений перебень низ европарламент решил украинцев значит право получать шенгенскую визу а за россиянами это право по-прежнему осталось да да я обещал это европарламент я ни разу не все будет европарламент ну молодец сколько раз порошенко в 16-17 раз это уже европарламент это не порошенко да ну во-первых молодец хорошее чувство юмора у евгения перебень низ а во-вторых это европарламент он проголосовал причем значит из 750 примерно депутатов значит там сколько 521 отдали свой голос за то чтобы все таки был безвизовый режим для украины там были какие-то там какие-то гады которые гады значит какие-то там французы право радикальные а раньше говорили англичанка гадят а сейчас англичане тоже были особенно им там при после их брекзита это так просто ну чтобы нагадить уйти но нагадить вот на тем тем не менее в общем голосование прошло и сейчас осталось ну как говорят специалисты уже такие формальные вещи это там утверждение там послами а потом главами стран евросоюза вот это все истории потом опубликовать должны там соответствующим значит там сборники документов и короче говоря по идее с 11 июня вот этот вот безвиз о котором так долго говорили все включая твоего иногда любимого петра алексеевича значит он состоится это как бы это просто значит что фетиш да как сказал один персонаж фетиш да он сказал солей безвиз будем пробовать ножи не визу нет без мем есть биометрический паспорт у меня имел его за и паспорт я уеду мыть унитазу сразу же сходу до чего там уезжать здесь не было бы если 12 июня в день россии смотри погранцам не говори короче говоря готовимся готовимся учим языки значит готовим документы я скажу о законодательных делах вот короче говоря в любом случае это позитивно на фоне остальных других евгений порадуя мне не настолько позитивно не давая после тебя ты опустишь я же поднял да да конечно я не хочу никого опускать я просто пока еще не хочу радоваться потому что во первых решения не окончательно и в нашей стране и с нашим президентом все может быть то уже ж не могут быть неожиданности уже ну нет там работает бюрократическая машина будет хорошо ну в общем то хорошо не будет а безвизг я не вижу я имею ввиду с этим вопросом я не вижу каких-то больших изменений для украины в этом в этом вопросе 77 процентов украинцев до сих пор не были вот не выезжали из страны у них не было ни виз и безвиз их тоже очень-то таких как ты сейчас скажу каждый четвертый украинец был за рубежом ну да 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 вот это уже границы жем до понедельника и множине олигархи но каждый первый был за рубежом каждый второй каждый мне даже виза открыты все сказал что все плохо я не сказала что все плохо я говорю что однако 10 процентов украинцев это вот поможет действительно это это много которые нацелены на европу просто это очень дорого по-прежнему и пока еще вы не делать это режим ну как не делать уже сделали же не дуражей не опускай в буквальном смысле слова я говорю о том что это не настолько прям вот радужная не настолько это прям вот открытый я вижу как ты радуешься вижу как калки радость я трезво рад почему ты сегодня без паспорта людей колбасит я уже приносил паспорт тебе дайте завитки вот ну и есть еще в общем-то опыт молдовы до три года молдова живет уже вот в таком режиме который нас ожидает достаточно очень много отказываний за три года пять тысяч людей на границе завернули молдаван да ну не надо сейчас сравнивать конечно же первый год вот есть статистика после отмены виз в евросоюзе побывал каждый восьмой молдаванин это три с половиной миллиона граждан в молдове и вернулся 60 тысяч человек нет очень много нарушений было были завод превышали сроки пребывания причем в первый год завернули 1300 во второй год больше больше двух тысяч и но в целом статистика позитивная но не настолько так чтобы вот прям не за все время без виза три года за все три года молдаване стали ездить евросоюз на 13 процентов всего лишь чаще чем это было на целых 13 процентов процента да друзья конечно то есть такая ничего такого особо сейчас жилье да 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 без визе нету вот это у лена был достаточно такой интересный но это ментальная то чтобы нормально ментальные необратимые я хочу чтобы без визы было легче ездить чем с визой тех же самых не к ночи будет упомянутых молдаван почему заворачивали потому что люди ринулись с нарушениями об этом я хотел сказать есть вещи которые можно предупредить и не будет это я уверен что у нас этот процент будет ниже потому что можно опыте молдаван и вообще древние украине шаташ арии вот они вот вот это но вот это вселенская нытье это к тебе не относятся ты себя интеллигент просто здесь ты предлагаешь без этих без эйфории нытье об этом не особо нравится серия лучше бы вместо любимая материя лучше бы вместо этого там все равно нигде и безвестного прогноза не пустят в погранцы будут пробки и очереди все уедут и так далее вот он цены на коммуналку вот изжога там сниженная потенция прыщи а тут и так далее вот конкретно я никуда не ездил и пози другие не ездят конкретика значит мифы и правда очень коротко значит биометрический паспорт нужен не все это кстати не обязательно кстати сейчас я сейчас скажу можно для того чтобы ездить без визы и без визы нужен биометрический паспорт конечно дальше старые новые сервис временно приостановлен по выводите ну потому что слабо радовались слабо радовались старые ныне действующие паспорта с визами что с ними а ничего никаких требований специальных у есть нету более того значит более того же паспорта с визами действительно более того можете и дальше делать визу не получать биометрический паспорт а ходить платить за визу делать визу если вы считаете что на границе больше шансов что вас остановят без визам у них же есть пять требования для въезда этот документ нужен объяснить все равно цель и условия пребывания финансовые гарантии что при вы въедете и уедет до и что вы вот и не в списке лиц там интерполы не были серии серии иране там обратный билет и так далее у кого нет биометрического паспорта паспорта виза там есть два правила главных не работать без визы без рабочей визы и правило 90 дней не нарушать очень многих просто еще это нарушение было и они в базе находятся обратный билет и так далее но еще спускают мифы о справках и жека а справок с места работы недвижимости до этого нету это я закончу это все равно я считаю некая без всяких слюней соплей некая все равно ментальная необратимая там победа все очень трудно но но вот это вот не радость и по поводу чужой радости которая не носит у кого-то эйфорический характер не преувеличивать не преименьшать но на поплюшки радость людьку у нас нет к сожалению пока у нас нету других поводов для радости поэтому давайте радоваться тому что есть лишь бы это был не просто заменитель всех обещаний европейских стандартов жизни я думаю что уровня дохода не книг не все сразу никто таких я хочу все правильно что ты сделала для того чтобы я открыла визу я считаю что ну вот мы говорим о международном да там каком-то формате куда мы поедем куда-то там за границу на самом деле за границей в общем то есть такие границы за которыми в общем происходит то что ну за границей в общем как бы даже человеческого понимания не дай бог я просто хочу сказать что но весь мир сейчас взволнован и встревожен и обсуждает конечно события которые произошли в сирии но я просто вкратце напомню что значит это провинция длиб там был город хан шейх хан шейхун да по которому значит ну в общем была произведена атака отравляющими химическими веществами погибло там около 70 человек том числе 20 детей и в общем ну в этой атаке я так понимаю совершенно заслуженно обвинен асад и в общем на это была очень жесткая реакция соединенных штатов америки которой никто в общем то но особенно в россии не ожидал то есть ну трамп сказал он сказал что значит это мерзкий поступок и он должен быть наказан он был реально наказан значит американских кораблей ушло там 59 томогавков на эту базу и в общем ну судя по разным правильным данным в том числе израильским эта база была в общем то так сказать приведена но мягко говоря тоже начинали постить фейки о том что очень покоцали слегка говорят что они предупредили заранее официально и сказали что в следующий раз не будут да да и безусловно это конечно был шок то есть сначала там же в россии есть эти с 300 с 400 ну как бы про систему противоракетной обороны и как бы начали говорить а почему же мы не защитили нашего друга асада потому что наверное не защитили что слишком уж стремно как бы было ввязываться в эту историю и короче говоря ну то что вот эта большая сделка которой много говорили что она сейчас треснула рухнула и вообще превратилась в ничто это как бы уже факт потому что но америка все равно я не знаю ну то есть можно говорить о том что ну асад он же как бы там официальный руководитель страны там законно избранный президент а соединенные штаты в общем нанесли удар по ты не пони вы не знаете россия победила вы просто не знаете да мы не если ли это только не ржать пожалуйста написал некий кирилл ганин россия российский режим оказалось что он порнографический режиссер объяснено написала это расширили победа наконец-то могу написать в ночь на 7 апреля эх музычку бы мне сейчас шан они сли ракетный удар по сирии что это было он пишет что это было испытание российского секретного оружия основанного на не физических принципов а принцип рост то есть со спутника раша перепрограммировать ракеты вот навигационную электронику заражают вирусом и ракета должна условно говоря в координату x1 и грек 1 прилететь а мы на лету россияне смысле после того как петухов из дерьма было бросают лепить перепрограммировал x2 x2 и трамп вдоль и вот чем дело трамп играет в русскую игру цели 4 дать русским возможность испытать новое оружие на реальных б снять с себя клеймо русский шпион вот показать всем что сша плюет на мировое право и тиллерсон но тут он облажался пишет что тиллерсон приезжает в москву с нашей повесткой а не стоит что навязали масоны из транснациональных преступных группировок то есть наши с вами друганы вот и друганы это же да наши просто с вами да я разрываюсь между ротшильдами рокфеллерами мне тетя не разорвись главное не разорвись ну короче говоря это победа русского рождения он пишет ребята кто еще ничего не понял 7 апреля мы выиграли ядерную войну со сша америка будет уничтожена имя их же ракетами понятно что так врачу наверное одна человек испытал секретные испытания боярышника прошли если нет то он выдал тайну за которую его в каземат и фсб надо но последний момент на котором акцентирую опять которым не больнее всего это проблема масон и масонами розинкрейцера и иллюмината это глядя но вся и вся глаголы вся и вся в этом посте это вечная проблема русской интеллигенции вот это да и вся и тут уже не проблемы не в иллюминатах это анус мозга в общем то который наверно в принципе лечит так что это победа большая русского оружия не физического вы ничего не поняли если бы он еще говорил а не писал он бы говорил звонит наверное да или фетиш победа победа начается неизлечит короче что я могу сказать что можно сказать сегодня вот гонтарева отставку написал она уже ничего не уже на так на месяцок дала себе конечно еще времени но говорят что хорошие новости кто там будет после нее 10 мая она обещает твоему дню рождения моему дню рождения да ну и поскольку мы тут немного ориентируемся на мнение пользователей соцсети это вот об их реакции я хочу сказать что очень такая разная реакция в фейсбуке в основном в одни требуют уголовного разбирательства там именно александр вроде бы это я говорю да вроде бы сказал что она там посидеть должна перед тем как уходить после него как мужчина должен ответить да за развал банковской системы вот второе что у нас развал банковской системы ну вспомните доллар все так что такое то однажды уже не буду я уже не помню кого назначат неизвестного там ющенко позже как-то всплывающую щенка так или гибко тоже вот идите гибко но вот самое ближайшее время общали об народу кстати она посоветовала что-то посоветовала президенту кого назначить но еще одна такая хорошая из того что как бы читал но я вообще не специалист из того что я читал там где ее сильно ругают это носит эмоциональный характер пару аналитических статей я читал достаточно убедительно где говорят что мы еще ценим они меня больше убедили но принципе я я не даю как бы оценок не претендую на этот пост председатель нацбанка называют ее чиновницей функции в общем то что она просто выполняла вот этот упрощенный вот это дома и до нее это сейчас вот это вот что она доллара брошена коза отпущение с долларом все печально конечно с долларом на без доллара еще печально ну что посмотрим что будет 10 мая можно с долларом печально но если у кого есть 10 с половиной миллионов гривен вот всего лишь можно можно да участвовать вот 16 числа будет аукцион на котором 10 с половиной 10 с половиной но это стартовая цена и дальше шаг 100 тысяч гривен это будет вот продаваться дворец культуры ильича бывшая филармония культовое знание у нас потрясающая акустика у нас там были первые концерты между прочим вот наши после нашего телевизионного на елке ходил они нет ну это здание любимая знаменитая я думаю многие его помнят да там действительно там размер вот зала размер сцены он соразмерен со сценой большого театра в москве и да количество зрителей ты 1600 мест то есть это уникальное сооружение архитектор александр красносельский это знаменитый архитектор наш то есть это его ну здание это памятник памятник национальной архитектуры да это конструктивизм да то есть на самом деле что с ним будет трудно сказать деньги в общем на самом деле не большие но если говорить о том объеме который продается она в общем то было по сути дела беспризорными евраз там его кому-то передавал не передавал его нельзя ну потом они по моему еще кому-то можно оплатить не могут его обогреть его нельзя там по правилам меня тоже никто тебя за 10 половиной миллионов и продать бы смысл я просто хочу сказать что его и перепрофилировать нельзя там не сделай же не никакие там склады это же в общем-то все торгово развлекательно очень хотелось бы чтобы все таки ну не про вернулась вот это чтобы это был культурно потому что такого зала с такой вот акустикой как я помню там не было там выступали все звезды какие только можно это было магнит это был центр притяжения в городе да вот а теперь в те края ну как-то уже выбираться сложнее какие условия продажи я читал его могут продать и с какими-то условиями сохранить его назначение ну а затем вот там архитектурные особенности потому что нужно поломать это памятник архитектуры и там налагаются очень жесткие требования на ну владельца на того кто станет хозяином этого памятника поэтому там я дочитал только место где каждый шаг 100 тысяч долларов мне стало грустно я представлю что у меня в жизни никогда не будет что мой каждый шаг был 100 тысяч я сделал шаг вперед и два шага назад там ведь и место такое там очень много транспортных путей но было намолено это место туда ехал весь город метро сейчас вот на фейсбуке я правда не знаю кто автор вот сделали такую форму опрос можно найти по ссылке и предлагают всем пользователям поучаствовать в опросе и высказать там есть варианты ответов чтобы вы хотели чтобы было во дворце и сколько вы готовы дать деньги культурный там и культурные различные библиотека была кинотеатр и спортивные с оружием спортивные секции планируют предлагают разместить в общем поищите возможно возможно вы там что-то тоже как-то примите участие и что-то повлияете поскольку но очень важно чтобы сохранилась действительно назначение этого здания кстати если вот есть у вас какие-то варианты можете звонить к нам в студию я думаю что в ближайшее время мы в программу новости пригласим кого-нибудь и обсудить эту тему тем более что все-таки город собираются делать красивым как бы кто скептически не улыбался как бы кто там не говорила в родстве как бы кто не воровал фасады у нас на самом деле на проспекте варницкого бывшим карла марса ряд очень классных домов вот это вот и ампира то или это не ампира я не очень разбираюсь и вот екатерина шла все но все так противоречиво что для всех хорошо чтобы красивые дома были на проспекте вот для жителей может быть проблемно но я думаю что они справятся с июня начинается ремонт фасадов на проспекте там в рамках программы чуть не сказал культурная столица но есть менее масштабные программы они дороже 300 миллионов например программа инфраструктуры на пять лет 2017 по 2021 там куча все там парки зоны ну то есть ничего это конечно не будет все поворотно принципе вот плохо и не уедут без виза ваша денег нету и прыщи извините но короче говоря там маркер смарт-деревья вай-фай так далее но там и там вот есть вас на все это 300 миллионов за пять лет и там есть проблема фасады там порядка 30 фасадов причем 10 пас фасадов этих домов на и варницкого уже сейчас я просто коротко перечислю но там же есть проблема что жильцы должны перенести свои кондиционеры и спутниковые тарелки с фасадов куда-то внутрь но это кстати порядке вещей и на западе это во львове вот так вот было но что делать ребята городская красота живете на проспекте ну что же делать в этом году 7 домов на проспекте этот дом где октябрь и варнецкого 20 он весь квартал занимает кинотеатр октябрь весь квартал занимает это 26 это тоже округ депутата гельфера ниже атриума тоже идет большой дом 70 это уже возле меня там все это угол словацкого и на про не доходя до оперного словацкого и проспекты и напротив дом это угол фабра и проспекта фасады плюс все пять домов на последние дома на перед на перед вокзалами на привокзальной площади еще один он считается харьковская 2 но это угол возле градусника где поворачивает на левый берег там тоже такой старкой они они реально красивые могли бы быть дома там осталось было это красота исторические здания там собираются архитектурные элементы обновить что-то восстановить балконы цоколи водоводы и остановить красивое освещение дай бог но кондишн пункт тарелка надо будет принести мне конечно больно что моя родина я варнецкого карла маркса тогда еще 43 который дольше всего на проспекте стоит разваленный вот не доходя до екатериненского бульвара что он вот как стоит он рушится и рушится и не дожил до обновления фасадов до переноса тарел а можно красоте не ехала красивому куску дороги куст кусок дороги в районе кинотеатра салют на победе там жила с детства это же кто-то никогда не помню там хорошие дороги вот дорога которая идет мимо салюта вдоль набережной до поняли это потому что в конце года сделали разметку перед дорогу перед зимой а сейчас нанесли разметку там просто ну не знаю сколько метров 500 там такой красоты я хочу красоте добавить значит вот сейчас секунду звонок давайте послушаем на красоте добрый вечер слушаем вас добрый вечер вы вот скромно промолчали за безвиз ушел наш украинский лист и земля на подходе так просто вы же знаете по сирии если была пама клинтон да только сопли жевали хоть и трампа обливали грязью во время предвыпадной кампании но трамп видите какой человек военный недалеком прошлом показал зубы сразу и место по гонтаревой на руках носить 27 гривен что идет можно стельмаха на руках носить один-двум было а ее зашло вы скажите что ее прям это вы посмотрите это надо не безвиз двигать а двигать и высшую меру для казнокрадов там еще уйдет еще что там это спасибо спасибо вам спасибо следующую программу я думаю хорошо что есть люди и таких много людей которые все знают а трамп еще более китайцы вот я просто хотел сказать о красоте я хочу просто сказать ну немножко вот с военного трампа который как оказалось недавнем прошлом был военным ну что наверное он был секретной какой-то военной службе вот приехали в наши вот края три китайских джентльмена младшему там 53 старшему за 60 искать себе жен я помню что посылки 3 китайца я просто хочу сказать они оказались недовольными теми женами которые у них были значит там в китае приехали сюда значит искать среди украинских девушек значит критерии такие значит возраст от 25 до 35 лет и светловолосые я смотрю до 35 лет светловолосые красиво я смотрю на кальяновые тревога обуревает но ты потемнела немножко ты по-видимому решила на всякий случай обезопасить себя вот вот этих вот трех китайцев хотя и дизайн может китайцами мне не туда визу не нужно да она не китай а я даже не знаю кстати но всему нужно без визу же будет товарищ наверно который звонил он знает вот короче говоря лена оберегай себя лучше походи пока темный вот смотри а есть туристический рейтинг нашей страны украины он в этом году значительно упал украина на 88 месте а китайцы все едут было из 136 стран украина на восемьдесят восьмом месте это эксперты всемирного экономического форума составили такой рейтинг рядом с украиной гватемала тунис македония и гондурас не буду говорить кармический спутник вечно у нас будет у нас безвиз культуру немножко у нас есть и крупные события в рамках программы культурной столицы не только я думаю успеет мне нужно минуту и гореку 25 секунд вот я просто но есть и повседневных нам приходят люди вот в художный совет есть там из 12 человек при городском голове очень много приносит интересных и разных проектов и на миллионы и так далее кто-то уходит обиженным и в принципе вот было подано мы рассмотрели первые 20 вот художеств 29 грантов самых разных интересных и большинство поддержали частично или полностью просто я хочу чтобы была картина там понятно что это самые разные неподогнанные если есть в этом зерно и польза для города это и фестиваль конструкция вот все фестиваль новых медиа аудиовизуально урбанистический такой знаковый и антология украинской поэзии видеопроект и электронно-акустический авангардный ансамбль дзёб очень интересное явление и фестиваль бардовской песни спевучий витрила и 1 фестиваль современного танца и перформанса хайдэнс днепр и дни седура нашего великого земляка в днепре и чемпионат по что где когда и проект об истории днепра поэтому приходите приносите интересные заявки не все будет то есть но город но не когда воспрял хочу праздник проанонсировать что вот в рамках культурной столицы у нас предполагается премьера такого музыкального спектакля значит эта музыка нашего замечательного земляка михаила негрича заслуженного деятеля искусства украины а вот будет оркестры димы логвина тоже значит времена года будут актеры женя чапурняк юра богуславский это будет в 17 числа как раз передачи не будет театре драмы и комедии просто он теперь на за академический театр драмы и комедии называется называется по стихам иосифа уткина рыжий мотали это очень драматическое очень трогательно это явление на мой взгляд это может быть интерес 17 апреля следующий понедельник театра драмы и комедии на сегодня все а что про праздник цветов я предлагала праздник цветов сделать подумайте сделать и в сентябре был рассмотрели уходить кедащий понедельник выходной поскольку пасха увидимся с вами обязательно глеб альбертович с днем рождения доживем до воскресенья до живем до воскресенья до свидания оставайтесь на девятом канале всего доброго